здравствуйте друзья вопросик зачитываю здравствуйте михаил у меня к вам вопрос надеюсь по возможности ответите я решил эмигрировать в сша от чудес это в частности в калифорнию разумно язык не очень хорошо знаю но активно учу я окончил два курса у себя в институте то есть лет надо 20 парню до до данный момент учусь на третьем и собираюсь поехать скорее всего после третьего переехать буду участвовать в лотерее green card и либо же power can travel после чего хочу подать на студенческую визу и попасть языковую школу о как я слышал что стоят они не особо дорого скажите в случае если не выиграю green card как сложно попасть в языковую школу и как дорого они примерно стоят и как чиста такая практика и смогу ли участь там подрабатывать дабы содержать себя и оплачивать учебу после нее как подтяну язык к того времени думаю и так он будет неплохим но для дальнейшей учебы полагаю нужно несколько больше чем просто разговорный планирую пойти доучиваться на бакалавра надеюсь что понадобится не больше года для этого буду работать чтобы параллельно частично оплачивать обучение в случае пролета стипендиальных программ и мне финансово на образование помогут родители так что надеюсь финансово потяну скажите а как чиста такая практика и что кроме к примеру выписки о пройденных дисциплинах и так далее может понадобиться и наконец последнее как сложно найти в сша и в частности в силиконовой долине работу инженеру конструктору и на какую зарплату для начала можно претендовать моя сфера системы управления у него сфера своя провода а при привода роботизированные системы автоматизированные их конструирование кинематические механические прочие расчеты математическое моделирование механизмов очень учусь хорошо это молодец и действительно интересуюсь данными вещами я чего не понял откуда человек географически заранее спасибо надеюсь на видео ответ значит на видео ответ надейся а сам не плашай до переходим к видео ответу я уже друзья предвижу что скептики которых у нас на канале предостаточно мне скажут чего ты и богу вот связался с ребенком он сам не знает чего хочет он еще такой маленький он он даже не понимает о чем спрашивает и вот и начнут меня критиковать что я взялся вообще отвечать на такое нет чтобы там философскую куда проблему поднять библейского уровня того ли что значит я исхожу из того что каждый человек который сегодня взрослый когда-то ему было 20 лет может быть он помнит даже это время с другой стороны тот набор проблем что ли который выглядывает из этого письма он очень общий у нас на самом деле множество молодежи нас смотрят очень серьезный процент наших зрителей это молодые ребята есть вплоть до там до 11 12 лет я просто поражать иногда такие письма получают серьезный я я просто никогда не не знал что вот 11 12 лет такие серьезные люди могут быть то есть у меня была дочь когда-то давно в этом возрасте но это было давно я не помню ничего против поэтому давайте мы к вопросу подойдем серьезно значит что у нас есть у нас где-то на просторах отечества есть молодой человек кстати письмо очень грамотно написано очень хорошим таким языком и запятые на месте стоят и вот допустим запятая стоит там где должна а не то чтобы сначала слова потом пробил а уже потом запятая а это две трети всех писем значит в общем короче я я хочу сказать что парень грамотный и когда он говорит что он хорошо учится я верю видно я хочу сказать что у него серьезная специальность и с одной стороны у меня двоякое чувство с одной стороны мне нравится что он себя уже в 20 лет ассоциирует с какой-то профессией причем серьезные профессии но как уже чек постарше и и который как бы занимается уже 20 лет последних тем что переучивает людей самых разных профессий вот на это но я имею ввиду на тестирование программное обеспечение я некоторым скепсисом обладаю в этом плане то есть я говорю ну конечно там очень здорово заниматься роботизацией там автоматизации там процессы всяких безусловно это это изумительная область для изучения и там есть простор для творчества и все такое то есть вопросов даже нет очень глубокая область но вот вот такая двойственность есть то есть с одной стороны здорово что она ему нравится и он себя с этим ассоциирует другой стороны когда тебе 20 лет надо быть открытым в общем-то потому что совершенно не обязательно твоя профессиональная жизнь сложится именно в этой области хотя то что ты сегодня учишь так или иначе она тебя меняет формирует и в общем-то это проявится потом мы все многие многие годы вот то что сейчас с ним происходит в учебном заведении и смотрите он не жалуется что преподы ничего не знают он не говорит что там все экзамены за взятки проставляют быть он не жалуется он он на самом деле с удовольствием этим всем занимается и это очень здорово я просто сравниваю с тем что я постоянно читаю что нет смысла учиться потому что те кто тебя учат сами ничего не знают там и так далее и дальше вот полный набор значит аргументов в пользу того почему учиться не надо а вот у нас есть чек который так не говорит и который учится ему нравится то что он изучает и так далее было молодец значит что дальше я честно говоря не знаю почему он хочет поехать в америку и вот это на самом деле наиболее важный такой структурный элемент во всем этом предприятии которое он так подробно описывает план у него есть значит вот это вот зачем это самое самое главное и вот по логике изложения по тем деталям которые у него там присутствует он себе на уже напридумал будет сначала языковая школа потом он там он будет параллельно подрабатывать потом он поедет значит там в кремниевую долину почему-то все роботы могут заниматься совершенно не обязательно здесь я даже не знаю занимаются ли тут особо роботами я просто никого не знаю кто бы здесь занимался роботами но вот у него такой дать подробный план и может быть он смотрит наш канал и ему нравится вот как мы ездим там по кремниевой долине и он говорит вот хочу если уже ехать в америку куда ехать ну вот знаете как одни говорят санта-барбару потому что там всех знаю вот там сериал смотрю другой говорит вот молодой человек он может быть смотрит наш сериал и говорит но естественно там калифорния естественно кремниевая долина а почему как но там дядь миша вот значит приедем видео снимем там этих самых у обоев постоим там силикон вал и войс то есть я к чему горит не поэт неплохая причина я вовсе не критикую я просто хочу сказать что одно дело нарисовать картинку а другое дело выстрадать эту картинку больше того в 20 лет даже нарисованные картинки не выстраданные они тоже реализуются вот как ни странно да но просто потому что молодой просто потому что за что не берешься вроде все получается тем более если он учится хорошо там и такой как бы правильный парень там он не курит не шляется там делом занимается а чего же ему самая не быть то в седле и со щитом там и защите поэтому так тоже но все-таки все-таки поскольку будет процесс он связан с преодолением каких-то трудностей то когда ты можешь ответить на вопрос зачем она тебе надо тоже и трудности вроде нетрудности и преодоление трудностей вроде даже в радость потому что ты знаешь зачем ты это делаешь они то что ты там ходишь и жалуешься что тебе тут перепал и там дерьма съел и тут наступил не туда и там те люди неправильные попались это все признаки отсутствия цели когда у человека цель есть ему совершенно без разницы кто чего сказал там на что он наступил но наступил отряхнулся там понимаете то есть когда когда правильно когда ты правильно видишь да тебе проще вот я этого видения не увидел здесь я понимаю что в 20 лет это совершенно не обязательно должно присутствовать честно с другой стороны вот те из нас кто смотрел давно наши сюжеты вот у нас там есть такая танечка из донецка которая в 16 лет выиграла в гринкарт лотерею вот вы можете сделать поиск там таня из донецка совершенно потрясающая девушка ей уже наверное сейчас я даже не знаю может даже 21 уже вот а может еще нету 21 но в общем где девушка потом ее папа приехал и в общем они тут все так успешно проскочили вот эти все события сложные которые там последние пару лет им удалось избежать так вот я хочу сказать что такой уровень серьезности для ну 17 летней девушки она к нам приехала и было семнадцатого поражала на душе воли такая маленькая совсем со второго курса к нам приехала она рано школу закончила и училась на прикладной математике в университете в донецке так что значит когда молодой чек я даже не знаю как зовут его говорит про гринкарту вот если не выиграю я вообще замечал и продолжаю замечать что для многих людей выигрыш гринкарту такой же материальный и реальный как например да я не знаю там что пойти в гастроном купить колбасы там с черным хлебушком и там ее порубать там сделать бутерброд и с огурочком соленым с кушкой вот то есть до них такой же реальный совершенно мир вот есть такое слово в английском языке тенджи был да то есть такое что его потрогать можно вот вот у них выигрыш лотерею тенджи было не могут его потрогать значит я я бы сказал так что все таки если у него есть такой план и ему зачем-то это нужно мы пока не знаем зачем то тогда бы я я бы сказал так у меня там на десятом месте среди моих приоритетов стоит выигрыш в лотерею если получится но в принципе это кают пыль на сапогах я на это совершенно не рассчитываю я иду вот таким путем значит дальше давайте мы про путь да его все время интересует насколько это часто встречающийся вариант вот эти два раза в этом письме прозвучало насколько это часто встречается то есть он видимо пытается понять не нафантазировал ли он да то есть что на самом деле неплохо тоже неплохо то есть он он понимает что он может быть в фантазиях это очень хорошо пришли люди которые фантазируют и не понимают этого они они конечно в большей степени подвержены какому-то негативе негативному воздействию на них так сказать из внешнего мира значит есть люди которые очень хорошо рассказывают про жизнь на студентов соединенных штатах провизовые вопросы связанные с этим вот у нас на канале например есть татьяна богданова я хочу сказать что я с ней уже знаком на и на лет может 78 даже я боюсь думать но в общем сколько-то лет мы с ней знакомы и у нас с ней видео ну наверно там десятка полтора мне кажется уже и вот она как раз вот по студенческим программам и она на всякие вопросы отвечала и у нас много-много с ней видео нельзя может быть над их отдельных плейлист какой-то специально для татьяны сделать просто сделайте поиск на богданова там да и вы увидите значит там все так хорошо и подробно расписано но есть проблема связанная с тем что люди приезжают в языковую школу значит если ты приехал и тебе удалось поменять визу на языковую школу почему я говорю удалось потому что бывают времена когда этого сделать нельзя например я помню что после 11 сентября например вот эта практика смены виза на студенческую прекратилась ты должен был выехать к себе в страну и там ее получать я не слежу так очень буквально за этим то есть наверно наверно уже сейчас можно поменять но но это так надо надо смотреть как там бубна ложится и что происходит так вот допустим он перешел на студенческую даже сразу приехал по студенческой таких людей тоже много просто сразу приехал по студенческой визе но языковая школа это непрофессиональная школа и когда вы учитесь профессиональной школе там один разговор по части подработать когда вы учитесь в языковой немножко другой еще зависит от того же есть у вас там бакалавра или еще нету тоже там есть свои тонкости которые на которых надо разбираться надо изучать и я совершенно не консультант по этим тонкостям но в общем-то идея языковой школы состоит не в том чтобы вы могли учиться и зарабатывать себе на жизнь и на учебу то есть это в общем-то абсолютно абсолютно противоречит тому ради чего все это делается очень многие люди подрабатывают участие языковых школах но подрабатывать нелегально девочки там допустим с с малышней там бебиситорствует мальчики этом не знаю чего они там делают но конечно люди подрабатывают мы это знаем но но подрабатывает они нелегально то есть если вот это не 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 как бы не сильная проблема то есть я знаю людька есть которые не хотят вообще ничего нелегального делать а есть люди которым все пофигу что они не видят границы между легальным и нелегальным знаете вот звонить вот такой человек съездивший там однажды по work and travel приезжает там через несколько лет звонит и говорит вот там значит я в стране легально у меня есть social security number а разрешенная работа у него нету понимаете а он даже не понимает он думает что если мы когда-то на work and travel там social security дали номер то он теперь вот может сейчас значит приехать там и рады и работать идти у него вообще пол полная прострация я часто просто это слышу и вот значит легально нелегально нелегально можете конечно самый скользкий момент вот в этой истории состоит в том чтобы продолжить образование вот там по роботизации там как-то инженером механиком там неважно он думает что ему года хватит может быть ему и двух не хватит это надо смотреть потому что учебное заведение должно что-то пересчитать там из его этих юнитов кредитов там что-то ему зачтут что-то не зачтут но дело не в этом дело в том что это дорого стоит для иностранного студента учиться вот но действительно учиться получить бакалавра такого и так далее в нормальном университете то есть я я не знаю наверное есть какие-то где можно там почти не ходить и какую корочку тебе дадут левую там и так далее наверно тоже такие есть я не знаю а может быть даже и не такая левая эта корочка но если просто учиться если если у действительно образование интересует это стоит довольно дорого поэтому я думаю это самое слабое место в этом то есть не за если у нее такие богатые родители то почему он вообще должен подрабатывать то есть если люди могут выложить там 30 40 50 тысяч просто за то что он учится в университете год так зачем зачем ему подрабатывать то есть мы вот эта эта часть для меня тоже непонятно я думаю что может быть там слишком много не проработанного но как бы если мы этот план рассматриваем я я бы сказал так если уже он попал страну как там по вар по визе work and travel да конечно если у родителей есть деньги вот давайте так это сделаем это условием важно если у родителей есть деньги содержать его в америке и платить за его образование то безусловно вариант с тем чтобы получить тут местного бакалавра потом пойти может быть еще на мастера поучиться параллельно там начать работать и наверняка молодому парню умненькому хорошему правильному парню ему кто-то кто-то захочет ему и чван без делать почти почти никаких сомнений в этом нет значит вопрос только вот это достаточно реальный прагматичный абсолютно вариант не говоря о том что поскольку парень молодой может и девушку встретят там любовь морковь там все дела это тоже вариант но это если у них есть деньги если таких денег у них нет или допустим есть но он не хочет их грузить домой или что-то вот он просто приезжает там по work and travel и как я и на такой раз пол школы таких но не пол школы ну там 20 процентов таких вот почти весь наш молодняк такой вот они приезжают по work and travel там поработают многие даже не планировали оставаться так ездили мир посмотреть и вдруг как увидели мир уже у них крышу сносит они уже обратно не хотят вот и они идут там но девчонки часто замуж выходят значит а так но кроме замужества вот политического убежища относительно легко его дают сейчас и в общем так от момента подачи там через ну считай полгода там 67 месяцев у них появляется разрешение на работу сроки рассмотрения сейчас вот будет где-то года два нам говорят то есть если сегодня приехал там через неделю подал через шесть месяцев 7 у тебя разрешение на работу и раньше чем через два года ты не попадешь на интервью с этим офицером значит прошел интервью прошел не прошел значит там суд пошел еще время тянется там годами поэтому относительно безболезненный вариант и по деньгам не такой дорогой и так далее поэтому если мы хотим его план как-то вот так что ли в земле зази заземлить да заземлить я я я подъявляюсь я с английского опыта паспинь вести в этот момент мне иногда и интерферирование такое происходит значит да чтобы он был граунд как чисто такая практика даже не знаю практика нарушения всяких законов очень чисто нелегально подрабатывают фиктивные браки делают потом зачастую какие-то проблемы с этим возникают тоже я знаю людей с очень большими проблемами на этой почве разросшимися потом в общем вот вот я бы на его месте вот так бы так бы на это посмотрел но у меня есть внутреннее какое-то такое чувство как бы уверенность в том что он разберется и как бы правильно сориентируется у него у него основа правильная у парня вот он конечно я бы я бы сказал так немножко инфантильный вот это видно родители там это все понятно то есть как очень многие вопросы за него сейчас родители решают вот но ну так он повзрослеет он же не не будет всю жизнь там двадцатилетним с родителями значит повзрослеет почему я говорю что некоторые инфантилизм присутствует потому что будучи студентом третьего курса и уже там ему лет двадцать там может из этого сколько сейчас как ты в каком возрасте сейчас люди на третьем курсе учатся в наше время ему было бы лет двадцать так вот уже в это время можно очень серьезно посидеть на интернете там в сети поковыряться и на эту тему так много информации есть начиная с нашего канала но может быть наш канал время занимает да потому что это видео ты не можешь глазами пробежать вот но очень много текстовой информации на том же форуме говорим про вес про студенческие программы уж точно поэтому он он недоисследовал то есть многие вещи которые лежат относительно на поверхности вот эти вопросы там задает может быть я я могу такое тоже предположить что он может быть почитал но обращается вот ко мне как такому источнику более выверенной что ли информации может быть он меня переспрашивает чтобы лучше понять то что он уже где-то видел я не знаю у меня ведь так же как я не знаю где он живет также я не знаю что он успел прочесть я просто так логически пытаюсь значит сообразить потому что если бы он читал то он бы наверное уже нашел это все и и ему бы сказали лучше чем я могу сказать там 90 процентов его вопросов это вопросы на которые уже ответили причем я я так хорошо не отвечу как там уже отвечен но будем считать что я как регулировщик стою и так говорю вот тут налево там направо значит там этот поток то вот как бы я вот такую функцию сейчас выполняет отвечая на вопросы молодого человека так что давайте мы ему пожелаем успехов все паркинг забит я прямо я не знаю вроде же оплачено господа ведь все же оплачено тут столько народу но есть есть место и когда две группы у нас с утра так тут не встанешь но есть есть возможность значит пожелаем безымянному двадцатилетнему неизвестно где проживающему студенту влюбленному в роботизацию и автоматизацию физику расчеты и всякие другие естественно научные дела вот хотя повернул камеру вот давайте мы ему пожелаем чтобы у него все хорошо развивалась и вот чуть-чуть чуть-чуть взрослости чуть-чуть да и он горы своротит вот я так думаю счастлива а а а а